МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Пока все находятся в прискушении Нового года, студенты мечтают, чтобы декабрь пришёл попозже. Миша, до сессии остаются считанные дни. Отставить нытьё. Заряжаемся положительным настроением. А в этом вам поможем мы, Лена Хроменкова и Миша Коробицкий. В эфире Альма-Матер. В этом выпуске мы расскажем. Лучший педагог страны учит могилёвских ребят. Народный учитель Беларуси расскажет о своём уникальном звании и поделится профессиональными секретами. Эксклюзивное интервью с ректором БРУ. О любимой музыке и книгах, о своём студенчестве и халяве. Плюс совет, как выжить во время сессии, мы узнали от Игоря Сазонова. Стало известно имя студента года 2016. По итогам соревнований среди пяти наших вузов лучшей стала студентка Белорусской сельскохозяйственной академии Даяна Роща. Девушка учится на втором курсе факультета бухучёта. Студентку признала лучшей не только жюри, но и пользователя интернета. Почётное звание «Студент года онлайн» Даяна получила за оригинальный видеоролик. Я Роща Даяна. Да, именно Даяна. Я студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Будущий бухгалтер, но пока учусь на втором курсе. Главным увлечением своей жизни я считаю, конечно, пение. Она меня воспитала. Да, вот то, какая сейчас я есть, это помогла сцене. Потому что, когда ты стоишь на сцене, перед тобой зрительный зал, ты знаешь, что стоишь, ты как будто голая стоишь на сцене. Потому что все на тебя смотрят, все рассматривают, а как она, а тут она не так спела. Люди разные бывают и просто всё воспринимают. Мне это очень помогло в психологическом плане. Я очень люблю читать. Когда читаешь книгу, ты погружаешься в сказочный мир, придуманный автором. Находишься там, отвлекаешься от всего насущного. На самом деле никакого секрета нет. Всё очень просто. Постоянные тренировки. Постоянное саморазвитие. Ну и, конечно, самые нужные, близкие. Люди рядом. Друзья. Поздравляем Даяну и желаем ей удачно выступить на республиканском этапе. Будем за тебя болеть. А у нас ещё одна замечательная новость. Впервые в истории страны присвоено почётное звание «Народный учитель Беларуси». И стал им Валерий Васильевич Борошков из Могилёва. Альма-матер не могла не познакомить вас с этим удивительным учителем физики. Из областного лицея номер один. Не перевела я зеницу здесь на перевести, да? Уроки физики, которые преподает Валерий Васильевич Борошков, скорее увлекательная беседа, нежели скучный урок. Принципы работы современных гаджетов, почему смартфоны, например, часто ломаются. И вот уже тема урока «Электромагнитные волны» превращается в путешествие по миру высоких технологий. Он хорошо рассказывает жизненными примерами, лучше запоминается. Постоянно приводят какие-то примеры. Допустим, я лично для себя узнала то, что строение телефона, вот все эти мехрасхемы намного тяжелее устроены, чем строение реактивного самолёта. И это реально очень интересно, вот просто узнать для себя. И в дальнейшем тоже может понадобиться. И неудивительно, что за плечами самого народного учителя. Около 20 выпусков и более сотни побед его учеников в различных республиканских и международных олимпиадах. Кроме того, что дети здесь институтально поднимаются и достаточно высоко, здесь и коллеги-преподаватели повышают серьёзно свой уровень. И я скажу, что никакие курсы подготовительных учителей не заменят той практике работы с детьми, которую они улучшают здесь. А ещё Валерий Борошков самый настоящий рационализатор, придумывает для олимпиадников задачки, которые иногда и самим не под силу решить. Смотрите, одна скрепка удерживает штук шесть. То есть движения нет. Сейчас я чуть-чуть меняю массу. Сейчас начнётся движение. И на сейчас будет идти движение по нарастающей. Видите, быстрее, быстрее, быстрее. Масса увеличивается, а там уменьшается. На его уроке ребята стараются не опаздывать, а вдруг пропустишь что-то интересное. Из шести классов, где сейчас преподает, Валерий Васильевич взаимопонимание старается найти со всеми. Все, покажите самую такую яркую подругу мою тут. Ну как? О, все знают. Светлейшая голова, но такая, в другой раз, безответственная бывает. И вот ей надо ставить 8-9-10, я ей 2 ставлю журнала. Ну что это такое? Я вот её жду, что она всё-таки, наверное, уже начнёт, да? Она обещает, что будет всё нормально. А вообще, у нас дети хорошие вообще. На такое отношение ученики отвечают благодарностью своему учителю и сувенирами барашиков. Представляете, Сахарова Аня подарила мне сахарного барашика. И я каждый день пью, угощаю людей, и всегда беру руки, и сразу Сахарова Аня вспоминается, сразу. За почти полувековую карьеру Валерий Барашков обучил не одну тысячу учеников, и немало выпускников пошли по стопам своего учителя. Благодаря вот его вот этой напорности и иногда вот этой вот строгости, да, вот у нас и получается добиваться своих целей в физике. И не только в физике, в других предметах. Ребят, спросите, я добрый учитель? Да. А что для вас самое главное, скажите? Научить детей что-то? Научить – это не главное. Научить – это значит в голову напихать каких-то знаний. Все равно мы больше сами берем эти знания. Важно научить, что мы сами их брали, эти знания. И это забывается все. Не забывается то, что не в голову впихивают, а в сердце вот сюда вот. Вот все-таки какие учителя классные, когда они открыты, доверительно и дружественно общаются со своими учениками? Узнать немного больше о преподавателях помогает Альма Матер. В нашей рубрике «Деканат» они рассказывают о личном, делятся своими студенческими воспоминаниями. На этот раз герой рубрики «Деканат» – ректор БРУ, Игорь Сазонов. Игорь Сергеевич Сазонов – ректор Белорусско-Российского университета. С отличием окончил Могилевский машиностроительный институт. Доктор технических наук. Профессор – почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Заслуженный работник образования Республики Беларусь. Возглавляет ВУЗ уже более 18 лет. Новости Российской Федерации, Республики Беларусь. Это прежде всего. И хобби. Я люблю читать, как люди достигают результата в жизни. Стив Джобса читают воспоминания. Цукенберг и других. Классику. Классику и музыку тех времен, когда я воспитывался. Ну, мой самый любимый – этот Антонов. Я его очень люблю. Посещал его концерты. Очень хорошо я готовлю это узбекский плов. Я люблю готовить мясное блюдо, но не каждый. Если откровенно говорить, я хотел стать врачом. Я не знаю, почему. Потому что в детстве я перенес операцию. Гланты тогда удаляли. И мне сделала очень обаятельная врач, хирург, женщина. Она мне очень понравилась. Я хотел стать такой же. Отец говорит, нет, давай-ка ты лучше в машиностроительный институт. Я поступил в машиностроительный институт, но моя родная сестра стала врачом. Мне нравилось и запоминалось самые тяжелые преподаватели, которых трудно было пройти. А вот из-за института, тогда был машиностроительный, я заканчивал кафедру строительной дорожной машины, мне запомнилось два преподавателя, которых очень трудно было пройти. Это Лилия Адамовна Новик. 22 человека была группа, заходили. 8 двоек она оставила. Но она великолепно читала лекции. Все давала, понятно. Но также хорошо и спрашивала. И Оладьев, это теплотехника. Сдать ему экзамен, это было что-то. Первый раз я воспользовался шпаргалкой, которую сам написал. Это когда сдавал спецпредмет, это было на пятом курсе, доцент Ляпин. Но мне удалось списать, хотя я и сдал вопрос на некоторые моменты, и нет, но удалось списать. Получил отлично. То есть везение все-таки есть? Такое ли вы? Ну, судьба меня благоспользовала. Я не думаю, что надо учиться ради оценки. Я не стремился к этому. Мне хотелось все-таки знания, и чтобы предмет как-то осталось. Поэтому я считаю, надо учиться ради знаний. Если человек понимает это, то он очень много достигает в жизни. Не надеяться на халяву. Один раз прочитать, не торопясь, не зубря. И второй раз просто пробежать. Честно говоря, я так учился. Они все хорошие. Все говорят, что они немножко не такие, как мы. Это естественно. Они более продвинуты в некоторых вопросах, чем мы. Они более целеустремленны. Они хорошо одеваются. У них хобби есть хорошее. Многие из них поддерживают свою спортивную форму. Увлекаются не только учебой. И имеют спортом, я говорю о своих студентах. Художественной самодеятельностью. Очень развитые. К чему я говорю это? Потому что у нас за последние пять лет у нас два человека стали студентами года Республики Беларусь. И один студент второе место за пять лет. Вот представь себе, вечеринка в Альма-Матер ночью. Да ну, кто такой разрешит, Миша? Представь себе, такое реально бывает. В Могилевском нет-колледже раз в год ночью ребята устраивают пати. Музыка, развлечение и поверь мне, эта вечеринка запоминается надолго. Мы отправили своего телеагента Катю Булукову, чтобы она узнала, что же происходит там за закрытой дверью с приходом полуночи. Сейчас ночью мы отправляемся в Могилевский государственный медицинский колледж. Нет, вы не ослышались. Именно ночью и именно в колледж, на вечеринку. Это, пожалуй, единственная в Беларуси студенческая ночная вечеринка, которая проводится в учреждении образования. А накануне будущие медики устроили День самоуправления. Но к чему же может привести анархия в учебном заведении? Сейчас увидите сами. Слышишь? 90-е или ковер пати. В этом году вечеринку единогласно решили сделать в стиле лихих. Тема 90-х просматривается еще и на входе. Например, вот такой ковер, это фотозона. Помните их из 90-х? Что вы помните из 90-х? Большие, насчетные, красные губы, яркие, сильные. Это вот примерно так моя мама хотела в эти скотеги. Кепочка просто тема была, она в шкафу была и все. Каждая аудитория колледжа – экскурсия в прошлое. Есть зона спортивных, настольных игр и кинозал. Мой любимый мультик из детства, Тома Джерри. Класс! У нас диск был, и постоянно мы с братом его смотрели. В детство, да? Возвращаясь. В детство, сразу вот в эту атмосферу, это прекрасно. В эту ночь в коридорах колледжа мы были готовы встретить самых необычных персонажей 90-х. Но фарцовщик… У-у-у, класс! У меня есть то, за что любой ребенок отдаст, наверное, все, что захочет. Это игра, ловить… У-у-у, я помню ее, да? Есть такая задачка на возраст – ручка и кассета. И что с ними нужно сделать, вы знаете? Конечно, нужно мотать, чтобы батарейки не садились в плеере. Не совсем молодой. А здесь студенты могут вздремнуть или отдохнуть. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А на этом все. Включайте «Беларусь 4 Могилев» – «Альма-Матер» в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Утепляйтесь. Пока-пока. Номер один. А, там мои слова дальше, я извиняюсь. Не надо было ржать, надо было продолжать. Тихо. Иди сюда. А-ам. Продолжение следует...